Приветствую! Учитывая, что в нашей стране сейчас, мягко говоря, не самые спокойные времена, мне кажется, пришло время поговорить о праве на самооборону. Есть ли у человека такое право? Как оно регулируется действующим законодательством? И какие последствия применения этого права возможны? Естественно, начнем мы с вами с Конституции Украины. Часть первая статьи 27 Конституции Украины говорит о том, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. А вот часть третья говорит о том, что каждый может его защищать. И вот мы видим, как здесь написано. Кожан мая право захища ты свое життя и здоровье, життя и здоровье инших людей вид протиправных посягань. На что нам здесь стоит обратить внимание? Первое. На конструкцию, на те слова, которые используют. Кожан. Когда мы говорим в этом случае кожан, мы имеем в виду все. То есть независимо от того, как вы себя ощущаете, с каким статусом вы себя ассоциируете. Человек, гражданин, физическое лицо. Не имеет это никакого значения. Каждый из вас имеет право на защиту своей жизни и своего здоровья. Второе, на что нужно обратить внимание, что мы имеем право не только защищать свою жизнь и свое здоровье, но и жизнь и здоровье иных людей. То есть если другой человек находится в опасности, то мы можем защищать и его. Ну и третье, на что нужно обратить внимание, от чего же мы можем защищать? И здесь прямо указано вид протиправных посягань. То есть только в том случае, если посягательство на жизнь и здоровье человека носит противоправный характер. И так мы видим, что Конституция закрепила право за каждым защищать свою жизнь и здоровье. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И для того, чтобы разобраться в этих деталях, мы обратимся к Уголовному кодексу Украины. В Уголовном кодексе Украины есть статья 36, которая носит название «необходимая оборона». У нас принято использовать термин «самозащита». Ну вот в обиходе мы говорим «самозащита». Хотя с точки зрения закона это неправильно. С точки зрения закона есть понятие «необходимая оборона». И вот давайте посмотрим, что же такое «необходимая оборона». Необходимая оборону визнаются дії, чиненые с метою захисту охороненных законом прав и интересов особи, яка захищается, або іншой особи, а также суспильных интересов и интересов державы от «суспильно небезпечного посягания» шляхом за подъяння тому, кто посягает, шкоди «необходимой и достатной в данной обстановке» для негайного отвернения или прекращения посягания, если при этом не было допущено перевищение меж необходимости обороны. Как мы с вами видим, немножечко конструкция уже сложнее, чем то, что мы видели в Конституции Украины. И здесь с одной стороны, да, мы видим, что разрешается защищать права и интересы человека, который защищается, то есть непосредственно наши, мы можем защищать интересы другого человека, вот, да, видим. Суспильные интересы-то интересы, интересы державы мы можем защищать. Но, обратите внимание, что вот появляются такие детали, в которых указано, что можно причинить ущерб за подъяння тому, кто посягает, шкоды. Но, какой шкоды? Какой? Это же абсолютно не значит, что если к нам подошел человек говорить «дай закурить», а мы его сразу там, не знаю, ножом, пистолетом, чем-то еще, да? То есть, мы не можем так поступать. Так, шкода повинна бути, обратите внимание, необхидна и достатня в данной обстановке. То есть, нужно оценить, какой вред тому лицу, который посягает на ваше здоровье, на вашу жизнь, нужно причинить в этой обстановке. Потому что есть такая конструкция, как перевищение межнеобхидной обороны. И эта конструкция гласит о следующем. Вот мы можем посмотреть, что же это такое. «Перевищение межнеобхидной обороны визнается умисно за подъяння тому, кто посягает, тяжко и шкоди, яка явно не відповідає небезпечности посягання або обстановке захисту. Перевищение межнеобхидной обороны тягне криминальную відповідальность, но только в випадках, специально предъявленных в статях 118 и 124 этого кодекса». То есть, наше право на необходимую оборону, на защиту своей жизни и здоровья, оно не является абсолютным, оно не является безграничным, оно ограничено. И ограничено они вот этими, соответственно, границами необходимой обороны. И мы можем посмотреть, в каких случаях может быть человек, который защищал сам себя, привлечен к уголовной ответственности. Вот давайте посмотрим. Стаття 18 говорит о чем? Умисное вбивство при перевищении межнеобхидной обороны, ну або в разе перевищения заходів, необхідных для затримания особи, яка вчинила криминальное правопорушение. И вот мы видим, что здесь лишение свободы максимальное на срок до двух лет. То есть, уголовная ответственность за превышение границ необходимой обороны. Имейте это в виду. Ну и там мы видели с вами еще статью 124, вот мы сейчас ее посмотрим. И здесь мы видим, что ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. То есть, и там, и там максимальная санкция одинаковая, но разная здесь минимальная санкция. К чему я веду? Еще раз, друзья. То есть, в ситуации, когда к вам подходит парень, парочка парней, и говорят вам, эй, друг, дай закурить, а мелочь есть, а если найду, а вы там достаете оружие и стреляете в них. И там кого-то ранили, да, кому-то тяжкие телесные повреждения, кого-то, возможно, и лишили жизни. Так вот, в этой ситуации, несмотря на то, что вам в тот момент показалось, что вас они будут убивать, но если будет доказано, что они никакого риска для вас не несли, да, то вас могут привлечь к уголовной ответственности. Не нужно думать, что необходимая оборона – это безграничное право, которым можно пользоваться без последствий. Но давайте вернемся к 36-й статье. А в статье 36-й есть еще четвертая часть, которая гласит, что особа не подлежит криминальной ответственности, если через сильное душевное хвилювание, викликанное суспольно небезпечным посяганием, она не могла оценить ответственность за подъяною нею шкоды небезпечности посягания чи обстановці захисту. То есть, в том случае, если человек настолько был неадекватный, да, в каком-то смысле, что не мог понять, насколько вообще серьезные последствия, насколько серьезный вред он причинять, его могут освободить от ответственности. Но я вас прошу очень серьезно к этому отнестись, потому что кто-то сейчас скажет, ну вот же все нормально, можно прийти в суд и сказать, ой, шо вы с меня хотите, я ж был такой нервный, я не оценил, поэтому я их всех так покромсал. Да, поэтому 38 ножевых ранений, ну подумаешь, я не остановился, я очень нервничал. Друзья, это не прокатит. В суде нужно будет еще доказывать, и доказывать будет и государство, и вам нужно будет доказывать все-таки, что действительно у вас было такое сильное душевное волнение, что вы не смогли остановиться, вы не смогли оценить тот вред, который вы наносите. То есть на практике это не все так просто, нельзя просто так сказать, и вам скажут, да, все, окей, невиновен. Это, к сожалению, так не работает. Что мы еще пропустили? Мы пропустили часть вторую. Часть вторая тоже содержит интересное правило. То есть это право нам принадлежит, и мы можем им пользоваться, независимо от того, а мог ли я убежать, например. То есть всегда можно же было сказать, ну ты мог развернуться, убежать, почему ты с ними там вступил в драку. Но закон на этот случай нас, скажем так, охраняет, защищает. Он говорит, что независимо от того, что ты мог убежать, по сути, ты можешь использовать свое право на необходимую оборону. Ну а теперь самое интересное. Ну а перед тем, как мы рассмотрим самый интересный вопрос в статье 36 Уголовного кодекса Украины, я хочу вас уведомить о следующем. YouTube, как мы с вами знаем, ограничивает видео на некоторые темы. И вот есть один вопрос в контексте необходимой обороны, который, безусловно, YouTube будет ограничивать. Именно поэтому видео, посвященное этому вопросу, у меня выйдет только в моем телеграм-канале. Ссылочка на этот телеграм-канал будет в описании к данному ролику. Поэтому после просмотра видео о необходимой обороне для продолжения изучения этой темы я вас приглашаю в свой телеграм-канал. А теперь вернемся к статье 36. Ну и, конечно, самое интересное, что здесь есть, это статья 5. Статья 5 предполагает те случаи, когда применение любых средств, способов защиты и при достижении любых результатов, то есть при причинении любого вреда нападающих, не может быть превышения мер необходимой обороны и, соответственно, не может быть вопроса о привлечении к уголовной ответственности. И вот закон называет несколько таких случаев, когда вы с нападавшими условно можете делать все, что угодно. И вот мы видим, какие же это случаи. Первый случай, когда можно применять любые средства для захисту, виднападу, озброенные особы. То есть, если человек нападает на вас с оружием, то вы можете применять оружие и не говорить, вообще не думать о превышении мер необходимой обороны. То есть, даже если в этой ситуации будет причинение смерти, то это не будет подлежать уголовной ответственности. Но главное, чтобы человек действительно на вас нападал, а не просто где-то там проходил мимо. Далее, второй случай, нападение группы лиц. То есть, если на вас нападает несколько человек, то здесь тоже для защиты своей жизни и здоровья вы можете применять любые средства. И тоже не будет вопроса о превышении мер необходимой обороны. Ну и третий случай, для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. То есть, если, опять же, обратите внимание, протиправное насильницькое вторгнення у житло чи інше приміщення. То есть, это не вариант, когда один сосед пришел к другому соседу, выпили бутылку водки, поругались, подрались. Ну и знаем, да, чем бытовуха может закончиться. И потом один сосед говорит, ну, тот, который выжил после этого всего, говорит, так а что он пытался ж ко мне залезть домой. Нет, это не этот вариант. Потому что, ну, будет доказано, что он не пытался к тебе пробраться. Ты его сам пустил. А здесь именно говорится о том, что люди, какие-то люди, да, грабители, наверное, разбойники, силой пытаются проникнуть к вам в жилье. Причем, да, сразу хочу же предупредить, что эти ситуации не распространяются на те случаи, когда, например, к вам полиция пришла с обыском, да, вы их не пускаете, там, они ломают дверь, и вы говорите, це ж насильницьке проникнення. Да, это насильницьке проникнення, але нет соответствия другому критерию, противоправное. То есть здесь же все-таки правомерное проникновение. Ну, если там есть решение суда и прочее, да. Вот обратите на эту пятую часть. Она, ну, носит такое принципиальное значение и показывает определенную зрелость нашего законодательства в контексте создания законных, законодательных условий для защиты жизни и здоровья человека. Ну, опять же, безусловно, скажу откровенно, что на практике это не все так просто. То есть человеку еще нужно будет в этой ситуации доказать, что действительно там к нему проникали в жилье, что на него напала группа лиц или что эти лица, там, один из них, да. Один, допустим, если нападал, был с оружием. Ну и, конечно, говоря о необходимой обороне, нельзя забывать про такое понятие, как мнимая оборона, либо уявная оборона. Вы видите, есть у нас такая статья 37 Уголовного кодекса, которая, собственно говоря, и регулирует этот вопрос. И вот посмотрите, что является мнимой обороной. Уявною обороной визнаються дії, повязані з-за подъянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільного небезпечного посягання не было, и особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помылково припускала наявність такого посягання. То есть, ну, мы понимаем, да, мнимая оборона, в чем заключается? На человека нападали, ну, вернее, как, на него не нападали, но он решил, что это нападение, и, соответственно, помятуя о том, что он имеет право на защиту, он защищался, хотя реально нападения на него не было. Что будет в этой ситуации? Давайте читать. Уявна оборона выключает криминальную ответственность за за подъянную шкоду лише у випадках, когда обстановка, что склалася, давала особе достатные представы вважать, что мало места реально посягания, и она не осведомливала и не могла осведомливать помылковости своего предупреждения. То есть, если будет доказано, что в этой ситуации вот были такие обстоятельства, так все сложилось, что человек просто не смог оценить правильность вообще ситуации, да, и, ну, ошибся, скажем так, объективно, да, то есть он не смог, не мог бы не осознать, и не осознать того, что происходило в реальности. Ну, такие ситуации могут быть. Далее смотрим, что здесь идёт. Если человек не осознать и не могла осознать помылковости своего предупреждения, но при этом превышена межи защиты, что позволяет в условиях соответствующего реального посягания, она подняла криминальной ответственности, как за превышение меж необходимой обороны. Ну, вполне логично, да, то есть мы здесь говорим, что если даже ты понял, что ошибся в оценке, что на тебя нападают, то в любом случае ты не должен был превышать меры необходимой обороны. Вполне логично. А дальше смотрите, вот самое плохое, скажем, что есть в вопросах мнимой обороны. Если в обстановке, что склалося, особа не усвідомлювала, но могла усвідомлювать отсутствие реального, суспольно-небезпечного посягания, вона подняла криминальной ответственности за подъяння шкоди через необережность. То есть мнимая оборона не во всех случаях не влечет за собой уголовной ответственности. То есть в случаях мнимой обороны человека могут привлечь, если будет доказано, что он мог осознавать, что реального здесь посягательства на него нет. Как мы с вами видим, тема необходимой обороны либо самозащиты, она достаточно сложная. Ее нельзя ни в коем случае сводить лишь к одной статье Конституции, к 27-й статье, где написано, что каждый имеет право на защиту. Как мы видим, все-таки дьявол кроется в деталях. То есть есть те моменты, которые не указаны в Конституции, но которые на практике правоохранительными органами, судом потом будут учитываться при решении вопроса, а была ли здесь необходимая оборона вообще, а не было ли превышения мер необходимой обороны, и соответственно, а может все-таки стоит привлечь человека, который защищал свою жизнь и здоровье, к уголовной ответственности. И нужно понимать, что вот это право на защиту своей жизни, своего здоровья не является безграничным, не является, скажем, таким абсолютным, да, то есть нельзя сказать, что все, я в любой ситуации могу себя защищать как угодно. Сейчас, если только там кто-то ко мне подойдет, я, у меня есть там какое-то оружие, я буду его использовать. Нет, друзья, как мы видим, так нельзя, потому что, если вы будете думать именно так, то, безусловно, вы окажетесь рано или поздно в ситуации, когда вы неправильно истолковав положение Конституции, будете привлечены в итоге к уголовной ответственности. Поэтому, конечно же, мое видео, я прекрасно осознаю, что в полной мере не раскрывают всю сложность этой темы, хоть и видео, я уже чувствую, что получилось долгое. Но если вас это интересует, обратитесь еще к тексту Уголовного кодекса, почитайте его внимательно, задавайте свои вопросы в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова